Всем огромный привет, дорогие мои любимые зрители! Сегодня я хочу пригласить вас прогуляться по праздничной Москве, а именно в день ее рождения, когда ей исполнился 871 год. Хочу честно сказать, я очень давно не была в Москве и удивлялась, знаете, как будто попала в этот город, ну, чуть ли не первый раз. Конечно, я здесь закончила институт, здесь прошли мои лучшие студенческие годы, я ходила по всем этим улицам, я помню их в глубоко советские времена, тогда они тоже были классные, красивые, но то, что происходит сейчас в Москве, это что-то невероятное. Этот город становится одним из самых красивых в мире, нет, наверное, даже может быть и самой красивой в мире. На сегодняшний день Москва самый большой город Европы, 20 миллионов жителей, а возможно даже и больше. Сейчас мы попали в Столешников переулок, смотрите, какие красивые девчонки делают фотосессию, кстати, в Москве на каждом клубе встречаются девушки, которые хотят посниматься в каких-то нарядах, в позах, и, знаете, мне как блогеру очень приятно за этим наблюдать. Москва, конечно, роскошная, мы идем по Столешниковому переулку, сейчас здесь расположились самые знаменитые бутики мира, такие как Версачи, Брунелла Качанели, ну, в общем, в общем, все, 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 что есть в мире, можно посетить здесь магазин и приобрести. Конечно, цены выше, чем в Европе, но, тем не менее, многие в Москве, во всяком случае, да и в России, во всей, тоже найдутся люди, которые могут позволить себе делать покупки в таких магазинах. Всевозможные инсталляции из цветов просто не могут не радовать глаз. Инсталляции на улицах, подвешенные, вот сейчас увидим, сверху какие-то такие сетки, на них цветы, ленточки, и ночью огоньки горят. Это очень-очень красиво. Вообще, иллюминация – это отдельная тема, будет у меня ночное видео. Очень много красивых людей, девушки, женщины, прекрасно одеты, со вкусом, все утопает в зелени, входы в рестораны, все это, ну, я не знаю, настолько здорово, настолько классно. Вот, посмотрите, какая-то зеленая инсталляция, проходишь сверху, над тобой свисают какие-то зеленые лианы, как будто ты, я не знаю, в какой-то очень теплой стране находишься. И это мэрия Москвы, и напротив памятник Юрию Долгорукому. Сейчас вы увидите его. Это день города, конечно, перекрыта в этот день была Тверская. В мое время это была улица Горького. На ней, вы знаете, жили знаменитости. И Алла Пугачева до сих пор, по-моему, имеет квартиру. Если не ошибаюсь, она подарила ее Кристине, и Кристин ее использует, когда приезжает в Москву. Вот, посмотрите на Тверской, какие разбитые парки, сады, можно сказать, невиданные, очень-очень все красиво. Танцующие дети, подростки, их очень много было в тот день. Этот праздник, День Москвы, совпал в этом году с моим днем рождения, где-то сентября, посмотрите, шикарный был просто день. Градусов, я не знаю, 28, наверное, точно было. Буйство цветов, буйство красок. И это самый центр Москвы, можно сказать, сердце города. Люди чувствуют себя расслаблено. Все, правда, сидят в своих телефонах, делают селфи. Ну, в общем, все как всегда, все как везде. Вот, кстати, желтые листья напоминают о том, что все-таки это осень. Это, кстати, и цветы живые, и деревья тоже такие, как в кадушках типа. Какая-то необычная инсталляция с кривым зеркалом. Смотрите, здесь все лежат, отражаются, как будто они сидят там где-то на стене дома. Не знаю, вспомнила, я покажу. Нет, да, вот-вот-вот, поехала сверху. Вот-вот-вот, видите, как оригинально выглядит. Я, конечно, хоть и блогер, но решила не заваливаться рядом со снимающими себя. Вот такая вот обстановка прекрасная, концерты, здесь классическая музыка. Видите, вот это 871, это обслуживающий персонал. Огромное количество лавочек, что меня очень-очень порадовало. То, что гуляя по Москве, ты можешь присесть нормально, отдохнуть. И посмотрите, как замечательно время проводят москвичи и гости столицы. Очень лично я была счастлива в этот день, потому что приехала в свой день рождения в Москву. И такой шикарный город меня встретил, можно сказать, своим праздником. А это Елисейский магазин в Москве. У меня есть видео о петербургском Елисейском магазине. Посмотрите, это тоже потрясающе. В советское время я здесь покупала сосиски, сыр. И особо никогда не замечала, насколько он красивый, потому что стояла в очереди. Считалось, что здесь самый вкусный сыр, самая вкусная колбаса. Относительно большой выбор. Там, я не знаю, 3 или 4 сорта колбасы было. Напомните мне, кто помнит. Я уж подзабыла. Вот, специально зашли в Елисейский магазин. Я хотела Луису показать, чтобы мы сравнили с петербургским. Видите, у него как бы другой дизайн. Меньше золота, но он роскошный. Нарядные девчонки. Москвички или гости города, я не знаю. Но очень часто такие, знаете, модно одетые. Total Black практически нет. И очень красивые лица. У очень многих красивые лица. Это прям какая-то, какое-то украшение города. И вот видите, тоже все утопает в зелени. Тоже инсталляция на практически чуть ли не всех центральных улицах города. Вот, понаблюдайте. Такие красотки. Модные. И, конечно же, делают всевозможные фотографии, фотосессии. Вот такого типа кадров. Такого типа видеозарисовки я делала в разных частях. Центр Москвы. Повторяю, что мы гуляем вот в самом центре. Здесь Петровка. Рядом ЦУМ. Большой театр. Вот, собственно говоря, театральная площадь, где расположен Малый театр. ЦУМ. Наш красавец. Большой театр. И детский театр. То есть здесь культурный центр Москвы, можно сказать. Очень красиво. Очень атмосферно. Знаете, город наполнен такой энергетикой. Как-то здесь прямо чувствуется необычное такое, вот знаете, энергетическое поле. Которое заряжает. Уж мои батарейки точно заряжает. Вот. И это Дума. Дума. И вот прямо напротив Думы выступали акробаты одних. Я там не сняла. Они уж очень высоко и мелкие получились. Прям чуть ли не выше. Они на каком-то кране там выступали. Это было ужасно страшно. Я даже не представляю, как девчонки все это делали. Но вот эти вот тоже, видите, как воздушные гимнастки. В общем, все выступают. Все счастливы. Очень много таких, знаете, радостных, счастливых лиц. И это очень приятно. Во всяком случае, я прекрасно понимаю, что жизнь непростая. Жизнь в столице тоже не так легко, как кажется. Но все-таки люди умеют радоваться, развлекаться, праздновать. Вот Луиса очень потрясло то, что балерины танцевали прямо на улице. Вот, видно, что девчонки, конечно, будущие профессиональные балерины. Пока еще такие в подростковом возрасте находятся. И что-то типа спектакля «Снегурочка», что ли, я не очень поняла. Как-то, ну, какие-то отрывки из, по-моему, известных театральных балетных постановок. Разные, разные отрывки были исполнены. И вот красавица, царевна, царевна, очень красивая девчонка, засмущалась, засмущалась. Красная площадь. Красная площадь во многом была перегорожена, поэтому мы зашли в ГУМ. И в ГУМе мы сразу же попали к центральному фонтану, можно сказать. И там была такая инсталляция в фонтане, около которого все встречаются, если потеряются в ГУМе, или там свидание назначают. В этом фонтане плавали арбузы. Маша мне сказала, что там все время что-то плавает. Бывают апельсины, лимоны, в общем, чего только там не плавает. Я показывала ГУМ. Это самый красивый магазин в мире. Я не видела ни в одной стране магазина, который можно сравнить с ГУМом. Галерея Lafayette в Париже и галерея в Милане тоже очень красивая. Но все-таки они уступают. ГУМ намного, как мне кажется, больше, роскошнее. Даже функциональнее, потому что там очень удобно расположены и понятно вот эти три линии параллельные. Несколько этажей. Не помню точно. Три, наверное, или четыре, может, этажей. Всюду цветы. Но это, поскольку это сентябрь и начало сентября, то очень много школьных товаров. Поэтому, видите, такие немножко... Здравствуй, школа. Вот там написано. Это фотография ГУМа советских времен. Видите, он тоже был, конечно, красивый. Тоже был магазин номер один в Советском Союзе. Но все-таки не настолько красивый, как сейчас. Его сделали просто роскошным дворцом. Это улица Никольская, где тусовались фанаты чемпионата мира. Остались инсталляции. Здесь очень много тоже ходит туристов. Это улица между, можно сказать, ГУМом и Лубянкой. То есть очень-очень такая, знаете, посещаемая. И видно, что людям очень нравятся магазины, которые здесь расположены, тоже во многом ностальгические. Например, Аленка. Здесь все посвящено Аленке. Можно купить пакеты Аленка, футболки Аленка для детей, для взрослых. Фартуки с изображением Аленки. А также всевозможные конфеты, шоколадки. В общем, все-все-все с изображением Аленки. Аленки это, можно сказать, такой бренд Аленка, который, несмотря на то, что возник в советские времена, на всю эксплуатируется в настоящее время в современной России. И уже даже мои колумбийские родственники, видите, вот футболки, мои колумбийские родственники уже знают эту девочку в лицо. И у всех это личико ассоциируется с Россией. Мы с вами выходим со стороны метро «Площадь революции» и попадаем на такую, можно сказать, ярмарку, которая была в тот день. Здесь роскошная, вот эта красивая очень карусель. Многие, кстати, даже взрослые любят покататься. Как я заметила, вот разные инсталляции, платицы, медеревьях. И там мы видим на месте бывшей гостиницы «Москва», которая была снесена, новый отель «Форсизн». И внизу там вот торговый центр, очень роскошный, богатый, который тоже, кстати, очень рекомендую к посещению. И видите, здесь велосипедисты крутят сальто. Вот я сняла замедленно, не замедленно, да, замедленно, замедленно и ухлопненно, поэтому немножко изображение расплылось. И вход на Красную площадь, он великолепен, великолепен. Исторический музей, все здесь пропитано историей. И это мы видим памятник маршалу Жукову. Дорогие друзья, мы увидимся с вами уже завтра. И пойдем с вами в необыкновенное креативное пространство «Зарядье», которое построено на месте, где была снесена гостиница «Россия». Прямо за Красной площадью. Потрясающее место. Всем рекомендую к просмотру завтрашнее видео. Продолжение следует...